Сильный грохот и маргинальные личности. Жители потока жалуются на соседство с пунктом приема металлолома. Очистили воздух. В Локтевском районе после масштабного лесного пожара взяли пробу на содержание угарного газа. Превышена ли норма? Из театрального эскиза в целую постановку. Сказка приглашает зрителей на творческий эксперимент. Начнем. На юге Алтайского края оценивают состояние воздуха после крупного лесного пожара на границе с Казахстаном. Забор проб произведен в Локтевском районе, жители которого жаловались на то, что из-за дыма им нечем дышать. Напомним, на границе Алтайского края и Казахстана 22 мая начался пожар. От 23 числа жители Локтевского района писали в соцсетях о том, что задыхаются от мощнейшего дыма. По словам людей, пеленой от бушующего огня заволокло тогда весь район. На территории края огонь потушили, но еще сутки стихия бушевала в приграничном районе Казахстана. По сообщению международного агентства Казинформ, утру сегодняшнего дня для тушения пожара в соседней республике задействовали больше 400 человек, свыше 100 единиц техники, два вертолета и пожарный поезд. Угрозу для населенных пунктов в итоге сняли, но полностью огонь еще не потушили. А между тем, в Локтевском районе, сообщает краевое управление Роспотребнадзора, взяты пробы воздуха, чтобы оценить содержание в нем угарного газа и других токсичных веществ. По предварительным данным лабораторного исследования, говорится на сайте ведомства, превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ не зарегистрировано. Добавим, за минувшие сутки в крае произошло 72 пожара, все ликвидированы. И к другим темам. Ход строительства дамбы в Краснощоковском районе проинспектировал Виктор Томенко. Он осмотрел сооружение не только земли, но и с воздуха и оценил степень защиты населенных пунктов от потопления. Еще одна точка, которую посетил глава региона – место крупного пожара, который произошел недавно и мог распространиться на жилые дома. Подробнее о ходе и итогах рабочего визита губернатора в следующем сюжете. Краснощоковский район – один из предгорных в крае. В период весеннего половодия стоки сослонов быстро наполняют реки. И при обильном снеготаянии половодие может перерасти в масштабный потоп. Так, в 2014 году из-за подъема уровня воды в реках Чарыш и Землянка в районе 314 домов были подтоплены, размыто больше километра дорог. Новую дамбу в районе ждут давно. Строительство в райцентре начали год назад. Всего в Краснощоковском предусмотрено строительство четырех дамб на реках Чарыш и Землянка. Общая их протяженность – более 6 километров. Стоимость проекта превышает полмиллиона рублей. Вести в строй все дамбы планируют в 2024 году. Также Виктор Томенко побывал на месте недавнего крупного пожара. На прошлой неделе в Краснощоково загорелась свалка и огонь мог перекинуться на жилые дома. Губернатор дал поручение Министерству строительства края и МЧС проработать меры, чтобы исключить подобные ЧП. Еще одна точка рабочего визита главы региона – торжественное открытие обновленного многофункционального культурного центра. На его ремонт из краевого бюджета направили почти 78 миллионов рублей. За пять лет в Алтайском крае, подчеркнул Виктор Томенко, обновили почти сотню культурных учреждений. Сегодня, вот тут сегодня идут работы в Крутихе, в Усть-Калманке. Поэтому будем продолжать заниматься и тем, чтобы было где организовать все события культурные, где разместить школы искусств и разные направления нашего творчества, народного, детского. Будем это делать, но будем, конечно, внимание и уделять через муниципальную сеть. Будем уделять внимание тому, чтобы были и педагоги. Глава региона оценил проведенный ремонт и в Краснощоковской центральной больнице. За последние годы здесь капитально обновили отделение хирургии и терапии, а еще и детскую поликлинику. С главным врачом губернатор обсудил и проблему нехватки кадров. Благодаря краевым программам за последние пять лет было привлечено 20 специалистов. Среди них и молодые врачи, которые сегодня получают поддержку по программе «Земский доктор». Дмитрий Дроздов, День с толком. Сегодня у школьников Алтайского края начались основные государственные экзамены, сокращенно ОГЭ. Их сдают выпускники девятых классов, чтобы получить аттестат об основном образовании. В регионе аттестация затронет 26 тысяч девятиклассников. Все они пишут экзамены по русскому языку и математике, а также дается два предмета на выбор. В Министерстве образования края рассказали, что в этом году самыми популярными предметами на выбор стали общество знания и география. Добавим, что послезавтра стартует марафон ЕГЭ для одиннадцатиклассников. Сшить модный медицинский халат и ответить на 30 теоретических вопросов предстоит участникам конкурса «Лучший по профессии» в номинации швея. Конкурс проходит в четвертый раз. В нем участвуют 16 представительниц швейных предприятий региона. По каким критериям будут выбирать лучшую швею и чего ждут от конкурса сами участницы, расскажем в нашем сюжете. Самая молодая участница конкурса «31», самая старшая ровно столько же трудится в профессии. Каждая считает свою работу престижной и любимой. Я с детства увлекалась шитьем, одевала кукол. Потом мне мама увидела, что у меня интерес такой проявляется. Купила мне первая машинка – это ручная. Я перешивала какие-то мамины старые платья. Это очень интересная профессия. Она увлекательная. Она способствует развитию мышления. Елена представляет спецобъединение «Алтай». В прошлом году именно его представители победили в конкурсе и вошли в десятку лучших на федеральном уровне. Кстати, швеи сейчас очень востребованы. Крупные предприятия региона готовы трудоустроить 400 человек. Только на спецобъединении 50 вакансий. Те, кто приходят, остаются. Руководство старается мотивировать сотрудниц. Средняя зарплата швеи в регионе составляет сейчас 36 тысяч рублей. Когда возникает конкуренция на рынке труда, начинается рост заработных плат. В какой-то период у сварщиков это произошло. Сейчас это происходит в легкой промышленности. Разные льготы. Это бесплатный проезд для сотрудников, которые проживают за городом. Компенсируем. В этом году ввели 13-е заработную плату. Мотивация увеличивается и после таких конкурсов. Победа и даже просто участие – новый шаг на пути к мастерству и профессионализму. Я хотел бы, чтобы вы не просто показали свое мастерство, но и пообщались друг с другом. Потому что обмен опытом, умение показать и подсказать своему коллеге что-то, передать свои навыки – это тоже очень важно для того, чтобы в целом мы могли продвигать эту профессию. После жеребьевки – инструктаж по технике безопасности и теоретические задания. На практике же участницам предстоит шить медицинский халат, довольно непростой по дизайну и крою и даже расцветки. Эксперты, а это ведущие специалисты швейных предприятий, оценят каждую строчку и шов, каждый элемент халата. Особое внимание уделят соблюдению техники безопасности. Участники, как правило, работают на скорость. И вот этот боевой, так скажем, запал, он иногда как бы снижает уровень или степень бдительности, что ли. Мы ножницы можем отбросить, мы ниткорез можем положить нечетко под справа, да, около себя. И это уже является нарушением. В общем, все строго. И никаких судейских любимчиков изделия пронумерованы. И кто скрывается под номерами, неизвестно. Победит так, кто справится с волнением и покажет весь свой профессионализм. Ну а дальше возможность принять участие в конкурсе сибирского уровня. Скорее всего, он тоже состоится в нашем регионе. Общероссийский нынче не проводится, а планы после победы у каждой участницы свои. Но во многом они схожи. Так далеко насчет того, что свое дело открыть я не думала, но уходить в предприятие я не планировала. Жители потока жалуются на постоянный грохот под своими окнами. Уже год им приходится соседствовать с пунктом, где принимают металлолом. Кроме того, пункт привлекает маргинальных личностей. Моя коллега Ирина Корчагина сегодня побывала на месте и пообщалась с теми, кто металлолом сдаёт, и с теми, кто от него страдает. Не самое приятное соседство. Пункт металлолома уже целый год отравляет жизнь этим людям. Год назад здесь была автостоянка. Её хозяин решил здесь же открыть ещё точку приёма металла. У нас у всех создалось впечатление, что если бы у нас были дополнительные средства, менять квартиры и куда-то с этого дома съезжать стало вообще невозможно. Бомжеватые личности тащат с моторного завода мешками металл, во дворе валяются, прям реально валяются на лавочках. Всё это начинается с утра и до глубокого вечера. А ещё, по словам местных, бомжи ночуют в подъездах, там же справляют нужду. Долго ждать первых посетителей пункта нам не пришлось. Вот они, с утра пораньше. Я не думаю, что это грохот такой великий. Можно и потерпеть. А вот здесь, в школе, когда вот каждый день... Демонстрации идут, вот это вообще капец. Да, и кричат прям в микрофон. Ну, прям спать невозможно. Ясно. Куда сейчас пойдёте? Домой. Видимо, в пивной магазин это и есть как себе домой. Ведь именно туда сразу же направились наши герои. На примере этой парочки мы уже поняли, что сразу после пункта дамы и господа идут в пивнушки. Благо, они здесь есть почти в каждом доме. Кроме того, рядом есть аптека, в которой можно приобрести боярышник. Боярышник, косметические лосьоны, бутылки от алкоголя – всё это захламляет территорию возле пункта. Ещё в прошлом году жителям удалось выяснить, что между администрацией Ленинского района и владельцем автостоянки вообще не заключён договор аренды. Земельный участок занят самовольно. Также в региональном управлении по развитию предпринимательства никто не выдавал лицензию на хранение и реализацию металлов. Елена рассказывает, что сегодня предприимчивый хозяин пункта решил поговорить с ней. Он говорит, давайте решим вопрос по мирному. То есть мы тихо работаем, вы молчите, забираете все ваши заявления. Я говорю, а как вы собираетесь? Вот железо тихо, класс что ли будет? Вы, в принципе, не хотите смиряться с тем, что здесь они работают? Даже если они будут соблюдать какие-то временные рамки? Абсолютно нет. И не только я, весь наш дом. Нам не удалось пообщаться с владельцем стоянки, его не было на месте. Зато на защиту хозяина вышел его сотрудник. Жизнь одна. Вот я говорю, гастроном койка, койка гастроном. И где-то еще между ними пункт металлоприема. Ну а как? Зарабатывать-то как-то надо им. Но не все жители на проспекте космонавтов хотят жить по такому примитивному принципу. Поэтому люди рассчитывают, что на их проблему все же обратят внимание. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. Частный сектор в центре Барнаула превращается в свалку. Горожане жалуются, что с улицы Чкалова больше не вывозят мешки с травой и ветками. Рекоператор, в свою очередь, поясняет, что сухостой не входит в перечень его обязанностей. Организация вывозит только бытовой мусор. Так можно ли найти выход из мусорной проблемы, разбиралась Валентина Аскерова. У нас мусор не забрали по всей улице. Сказали, мы не будем забирать, только пищевые отходы. Мусоровозы видят траву и не забирают. Жители видят беспределы, возмущаются. А частный сектор на Чкалово за неделю погряз в мусоре. Именно столько, по словам людей, с улицы не вывозят листья и ветки. Только бытовые отходы, да и те, не все. Тут совсем чуть-чуть травы. А так тут все пищевые отходы. Вот бутылка от сока, вот от майонеза. И не забрали? Не забрали. Я говорю, а вы их развязывали? Он говорит, нет. Я говорю, а как вы решили, что там трава? Он говорит, ну вот сверху. У жителей бесстарный сбор мусора. Выставляют мешки возле дома. Специальная машина раз в неделю забирает недельные запасы. Но в прошлую среду, рассказывают люди, рекоператор перестал полноценно выполнять обязанности. Недовольна была, конечно. Куда его девать-то? Перед домом стоит. Кошки, собаки бегают, все это растаскивают. Конечно, хочется быть в чистоте. Мы перед домом убираем территорию, чтобы было красиво, чисто. А вот эти мешки, которые растаскиваются собаками, теми же котами, всеми подряд. Они даже от солнца сами разрушаются и разваливаются. Ну, это неприятно, конечно. Почему они не вывозят этот мусор? Это не в их компетенции вывозить этот мусор. А если мы будем жечь, то штрафы огромные. И, то есть, получается, мы будем складывать, его брать не будут. И мы просто все погрязнем в мусоре. Как быть? Куда это вывозить? Ну, сказали, это ваши проблемы, вызывайте машину. То есть, получается, мы вот из одного пакета, я должна вызывать машину. А вы сами знаете, какие цены на машину. В моем понимании, что если мы исходим из общего убийства, то, что есть некое лицо, и жители платят за тот мусор, в том числе, который образовывается в результате нормальной жизнедеятельности, в том числе на придомовой территории, да, то есть, в виде так называемых веток, которые падают, либо мусор, который приходится выбирать, да. В этом случае зона ответственности, безусловно, рекоператор. Однако, специалисты регионального оператора по обращению с ТКО, ссылаясь на нормы федерального закона, утверждают, ветки, листья, сорняки с огородов мусоровозы не забирают. Это не входит в обязанности. В законодательном установлено обязанность по обращению только с твердыми коммунальными отходами регионального оператора. Все ветки, образованные, которые в результате проведения работ по обрезке деревьев, кустарников, они не входят в состав твердых коммунальных отходов на сегодняшний день. И после окончания таких работ должны сами исполнителями, либо собственниками возиться на места накопления твердых коммунальных отходов. Раньше жители частного сектора и не знали мусорных забот. Выбрасывали отходы в мусорные контейнеры. Но пару лет назад их неожиданно для всех убрали. На месте, где стояли контейнеры, образовалась мини-свалка. Получается, жители частного сектора на Чкалово в буквальном смысле окружены мусором со всех сторон. А если вопрос с вывозом листьев и веток не решится в ближайшее время, частный сектор в центре города рискует превратиться в один большой мусорный контейнер. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайском государственном университете презентовали юбилейные издания, посвященные истории вуза. Их дополнили и перевыпустили специально к 50-летнему юбилею университета. О чем же книги и фонды, каких учреждений они пополнят в ближайшее время, расскажем в нашем следующем сюжете. По праву семейные мероприятия, где мы в основном видим, прежде всего, дорогие нам лица. Лица конференции, преподаватели первого на Алтае классического университета. В зале ученого совета АГУ собрались ветераны вуза, ведущие научные сотрудники и молодые ученые. Прекрасным подарком всем, кто многие годы трудился и сейчас трудится в АГУ, стали новые книги об истории университета. К своему юбилею вуз проделал большую издательскую работу. Были переизданы, дополнены фотографиями книги отцов-основателей госуниверситета. В общей сложности работа заняла год. Здесь трудился целый коллектив. Его возглавлял президент Алтайского государственного университета Сергей Валентинович Землюков, также директор института гуманитарных наук Лариса Ивановна Нехидовича, проректор по медиакоммуникациям и цифровым технологиям Герасимюк Максим Викторович, и большой число помощников. Это действительно очень сложная, кропотливая работа, которая, собственно, увенчалась таким успехом. Абсолютно новая книга – издание о почетных профессорах и докторах на УКГУ и красочный альбом «Опережая время». Все пять юбилейных изданий вышли оформленными в одном фирменном стиле. Они пополнят фонды библиотеки Минишишкова, Госархива и музеев края. Мои подведомственные учреждения, задача которых – сохранить культурное наследие и заниматься просветительской работой по продвижению этих изданий, тоже готовы к приему этих изданий в свои фонды. После презентации в торжественной обстановке юбилейные издания вручили почетным профессорам университета, а также молодым преподавателям, которые по итогам работы в прошлом году заняли лидирующие позиции в ВУЗе. Елена Кузовкина, Данил Кузнецов, Егор Волков. День с толком. Алтайский театр «Кукол сказка» готовит необычный эксперимент для своих зрителей и запускает новый проект – творческую лабораторию детской литературы «Сказка плюс». Артисты театра выступят в роли режиссеров и поставят четыре эскиза по произведениям российских авторов. Произведения выбирают сами зрители путем голосования в соцсетях. Посмотреть постановки можно будет бесплатно, а лучший эскиз доработают до полноценного спектакля и внесут в репертуар следующего сезона. В чем же уникальность такого эксперимента и когда его можно посмотреть, расскажем далее. Из этих веерок может пролететь птица. Прямо сейчас артисты театра «Кукол сказка» придумывают, сочиняют, обрисовывают контуры будущей постановки. Это жанр театрального эскиза – свободный набросок. Но станет ли он полноценным спектаклем, выбирать самому зрителю. Барнаульцев приглашают посмотреть на работу лаборатории детской литературы «Сказка плюс», в которой артисты создадут четыре эскиза спектакля. Мы подумали о том, чтобы помочь актерам стать самим и режиссерами, и драматургами, то есть понять тот механизм, из которого складывается уже спектакль. А выбирали произведения сами зрители путем голосования в соцсетях. Это работы российских детских авторов, в том числе и наших алтайских. Но в финал вышли четыре произведения. Режиссируют постановки сами актеры театра под руководством приглашенных кураторов лаборатории. И ты сразу понимаешь, что ты не ученик, ты не студент. С тобой работают как с коллегой. Это абсолютно, наверное, актерский эскиз. Потому что у актеров есть абсолютная свобода. И для меня это самое главное. Перевести произведения с языка художественной прозы на язык театральный актерам помог приглашенный из Питера драматург Гульнара Насырова. Это не просто, знаете, пьеса «Слева кто говорит, а справа что говорит». То есть это надо вложить и сердце, и голову. Поэтому, да, это непростая задача. Потому что еще ведь нужно сократить текст очень сильно. И очень сложно от чего-то отказываться. Тут тоже есть моя помощь, потому что я прошу ребят сокращать что-то. Кстати, сами зрители выбрали произведения, в которых раскрываются сложные психологические темы. Но все они наполнены торжеством жизни. О детстве и взрослении, о семье и поиске себя. Такова и пьеса по повести «Папа ищет работу». Когда папа испытывает кризис, да, определенный, он теряет работу. Ему нужно обеспечивать семью. И в этот момент дочь сама ему помогает. Этот 9-летний человек идет и дает объявление о том, что вот у меня есть такой папа, и он такой вообще классный композитор. На вопрос, будут ли в постановках куклы, кураторы театра кукол ответ оставили интригой. Но пообещали, зритель увидит новые и нескучные театральные эксперименты. Это не обязательно будет какая-то фигуративная кукла, которая имеет какую-то определенную систему управления. В этом и есть смысл лаборатории. Найти что-то зрителю важное, интересное, но при этом не наскучившее уже. Будем искать куклу. Творческая лаборатория детской литературы «Сказка плюс» проводится при поддержке гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры. Бесплатный показ эскизов пройдет 26 и 27 мая. Для этого нужно лишь заранее записаться через соцсети театра. А после просмотра зрители смогут пообщаться с актерами и режиссерами, обсудив постановку. А затем путем онлайн-голосования определится эскиз «Победитель». Его доработают в полноценный спектакль, который войдет в постоянный репертуар театра. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все новости уходящего дня. Неизменно для вас работает телефон нашей редакции 205-545. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Всем продуктивной недели и до встречи в эфире. Продолжение следует...